Задаю такой вопрос. Я узнала, что мой сын гомосексуалист. Не дай бог. Как к нему относиться? Как жить дальше? С точки зрения Тора, этот страшный грех, несмотря на то, что Торага называет его мерзостным, это не более чем грех. То есть, это значит, что он исправим. Нет ни одного греха, который человек может совершить в жизни, от которого бы он не мог вернуться ко Всевышнему обратно. Но смотрите, современная медицина, у неё нет однозначного ответа, является ли это каким-либо отклонением или физиологическим, или психологическим, или это в принципе в порядке вещей. Есть даже такое, что некоторые говорят, что гомосексуализм встречается просто в природе среди животных. Если это так, допустим, что это так, то почему такое отношение к Торе? Почему мы не можем сказать, что... По поводу среди животных я вам скажу так. Пример этот написан прямым текстом в Торе, что поколение потопа довело своим состоянием, что в природе эти неестественные связи тоже начались. Поэтому доказательства из природы теперешней не есть доказательства, потому что спуск на духовном уровне человека, он является причиной спуска природы за ним. Рамбан говорит, что все эти неестественные влечения есть следствие потакания своему злому начала и неумению правильно держать его в узде, и неумение правильно наслаждаться разрешенной сексуальной жизнью. То есть, здоровый человек, который живет в браке, и у которого есть периоды сближения и периоды отдаления, то, что мы называем неда, это одна из причин, одна из, скажем так, гарантий определенной, в определенной степени, которая Тора дала для того, чтобы отношения были свежими и не нужно было бы искать какие-то такие вот нездоровых отношения. Теперь по поводу конкретно этого вопроса, что этой женщине посоветовать? Молиться Всевышнему, чтобы ее сын вернулся к нормальному образу жизни. Есть чува Равмойша Фанчтона, в которой такой человек, Равмойша Фанчтон был великий раввин в Америке, умер в 1986 году, приехал из Минской области в Соединенные Штаты. Так вот, к Равмойшу Фанчтону обратился такой человек с просьбой показать ему путь к раскаянию, и Равмойша написал достаточно подробное письмо, в котором мы видим, что он желает этому человеку раскаяться, желает ему встать на нормальный, здоровый, естественный путь, говорить, что все это возможно, ну, как бы добавить к тому, что сказал Равмойша. Фанчтон я не очень могу, поскольку у меня нет такого глубокого знания Тора, как у него, но если ей нужно, я могу постараться перевести для нее, пусть напишет вам мейл, постараюсь перевести для нее то, что Равмойша советует этому молодому человеку, который обратился к нему в письме, и тогда, я думаю, что это будет актуально и для нее тоже.